Я сюда попала по статье 228, четвертая часть. Продавал наркотики, я ему помогала, употребляла с ним, думала это меня не коснется, как дальше вообще жить, не хочу просто возвращаться, хочу новую жизнь. Кристина, сколько вам лет? Мне 24 года. 24. Вы можете сказать, как вы сюда попали, по какой статье? Рассказать. Я сюда попала по статье 228, четвертая часть. Просветите, пожалуйста, я не совсем знаю, что это. Это распространение наркотических средств. А что произошло вообще? Есть какая-то история? Как это все случилось? Что это было? Я просто жила с другом, который продавал наркотики, я ему помогала, употребляла с ним. А это было когда давно? Нет, два года назад. Два года, да? А до того, как жили с другом, этим не увлекались? Наркотическими веществами, нет? Употребляла. Тоже, и даже без друга, да? Без друга. Что случилось, а почему, из-за чего? В какой момент произошел вот этот надлом, когда это случилось? Компания, какие-то там друзья, знакомые кто-то принес? Да, компания. Просто меня потянули в клуб ночной. Там первый раз я попробовала. Это было просто желание как бы выделиться или это была какая-то тяга? Что это вообще было? Это был интерес. С первоначальной, наверное, да. А потом затянуло? Ну да, затянуло сразу же. Родственники у вас есть, да? Да. Как они вообще сами к этому отнеслись? Не к тому, что вы сейчас отбываете заключение, да? А к тому, что вы стали с наркотиками связать. Как семья к этому отнеслась? Они были в шоке. Но они изначально как узнали, то, что я ввязалась в плохую компанию, они уже как бы добили тревогу. Пытались и в апреляционные центры. То есть у родственников было четкое желание вас с этого пути отодвинуть? Ну да, это помогало, но временно все. Да? Да. Для вас шоком было, что вы попали за решетку? В шоке, конечно, было. Ну, это такой образ жизни, скорее всего, что я следовала ожидать, что я тут окажусь. Ну, когда вы наркотики при чем-то распространяли, вы не думали о том, что можно оказаться здесь или как? Вы об этом задумывались тогда или нет? Не думала, это меня не коснется. А, да? В глубине души по-любому я знала. Сколько он еще остался? Три с половиной года. Ну, то есть где-то чуть-чуть больше половины, да? Да. А что случилось с этим другом? Да, он тоже сидит. И, кстати, как бы получается... У нас вместе. Вместе, да? Угу. А чем вы здесь занимаетесь? Что вы здесь делаете? Здесь я работаю. Что вы здесь делаете? А, шью. Ну, конкретно, да. Что шьете? Ой, по-разному военную форму. А какая форма военная? Всякая разная? Зимняя полевая, летняя полевая. Разная. Ого. То есть вы еще я? Да. Ну, я так понимаю, что эту профессию там вы не приобретали. Вы здесь научились. Да, здесь научилась. Ну, насколько я знаю, здесь за эту работу тоже платят. И есть тоже зарплата. Конечно. У вас там есть контроль качества? Есть. Ну, то есть, чтобы одежда качественная была? Конечно. Нравится работа? Да. То есть есть определенный, когда видишь результат своей работы в виде пошитой одежды. Это всегда я определенная гордость за то, что ты можешь так сделать, можешь шить. Ну, я бы так вот для себя решил, если бы я за что-то взялся, у меня получилось. Работа оставляет время на то, чтобы посидеть, подумать, полежать, подумать, как-то переосмыслить жизнь свою. Ну, так, мысли посещают какие-то. О чем думаете? Ну, конечно, думаю о будущем, как дальше вообще жить. Все переосмыслила всю свою жизнь. Даже на работе, когда шью, тоже. Если и там время подумать об этом. Тоже задумываясь. Конечно. Ну, и каким выводом приблизительно пришли? Каким выводом? Больше не связываться с этими людьми, с кем я общалась. Вообще полностью изменить круг общения. Это первое. Заниматься спортом. Хочу. Спортом. И больше работать, конечно. Работать с спортом. Интересно. А какую себе работу в будущем видите? Я, наверное, пойду швеей. Швеей? Да, мне понравилось жить. А образование? У вас... Образование какое? У вас есть вообще высшее образование? Среднеспециальное у меня. А, среднеспециальное. То есть у вас какой-то колледж? Да. Вот ОТК. А что это? Расифруйте. Контролдер качества. Нет, а колледж как называется? А, политехнический колледж. В Самаре? В Санкт-Петербурге. Политехнический колледж, да? Да. А по идее, это можно как бы дальше продолжить образовываться? Ну, можно. Еще образование, еще что-нибудь? Конечно. Не боитесь, что после того, как здесь все закончится, и вы окажетесь на свободе, это может как-то так на вас сказаться, что захочется все вернуть обратно? Потому что все равно, это уже будет смена, это будет вообще все по-другому, это будет воля. Есть такие сомнения какие-то, посещают, что можете, грубо говоря, сорваться? Нет. Я точно знаю, что я буду делать, и я не хочу просто возвращаться. Хочу новую жизнь. Здесь, несмотря на то, что и работа, и, в принципе, и можно нормально себя чувствовать, все равно это не воля, да? И поэтому сюда не хочется возвращаться, потому что все равно птица не на свободе. Так? Хотелось бы спросить у вас, есть ли что вам сказать тем, кто сейчас находится в подобной ситуации, у него есть какие-то сложности с наркотикой, может, он их сейчас не распространяет, а он, может, их сейчас время от времени принимает, ведет бесшабашную жизнь, что-то делает? Есть что сказать, пожелать, может быть? Или как-то предостеречь? Ну, я хочу, чтобы задумались о своих родственниках, как они переживают за этого человека, которого употребляют, о своем здоровье, которое просто не вернуть. Это принимаешь уже с годами, после долгого употребления. Чтобы задумались о своем будущем, да, но я вам хочу сказать так, что вот, хоть вы немного стесняетесь, в ваших глазах светится надежда на будущее. Это так или вы просто очень сильно испугались камеры? Нет, это правда. То, что я надеюсь, что все хорошо будет. Надеюсь, и буду делать все для этого. Главное, не встретиться с другом еще раз, с тем, который... Это самое главное. Потому что, знаете, человек легко может попасть под влияние кого-то другого, если с точки зрения психологии не очень устойчив. Ну, я надеюсь, семья вам поможет. Конечно. Они, кстати, между прочим, вас поддерживают здесь? Да, поддерживают. Мама, папа, бабушка. Я честно вам хочу пожелать вообще удачи и, не дай бог, вам еще оказаться в неволе. Это всегда плохо для человека. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok